Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина, здравствуйте. Ну что же, лучшее государственное регулирование экономики может быть только желание заработать у какого-то частного лица или транснациональной корпорации. Нужно дать им недвижимость. Однозначно нужно дать им государственную собственность. Хоть за копейку. Главное, чтобы это было не в выходные дни. Прямо сейчас будем говорить о законе о приватизации государственного и коммунального имущества, который вступил в силу, а также о том, как затяжные выходные повлияют на экономику Украины. Эдуард Каражи, экономист, присоединился к нам. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, напомню нашим телезрителям, у нас открыты линии для голосования. Сегодня спрашиваем вас о погоде. И опрос звучит так. При транспортном коллапсе в Одессе вы шли пешком, стояли в пробке, не ощутили неудобств. Эдуард, ну что, по большому счету грядет. Вот грядет. Все знают, что будет обязательно приватизирован, например, Одесский припортный завод. Но при этом, даже знают уже кому, вроде бы. Но при этом вот особенного ажиотажа все-таки нет. Хотя все предчувствуют. Вот странное такое, да, ощущение? Ну, понимаете, нам этот вопрос вообще очень заполитизирован. Вопрос приватизации? Да, конечно. Во всем мире приватизация – это обычная процедура. Государство вступает обычным субъектом хозяйственной деятельности. И что оно считает нужным, то оно и делает. Хочет – продает, хочет – покупает. Второе, как правило, намного реже. Как правило, если брать мировую историю, мировую практику, выкупаются те предприятия, которые являются, скажем так, градообразующими, бюджетообразующими и выкупаются в том случае, когда они достигают банкротства. Яркий тому пример – компания «Рено», которая уже неоднократно переходила в частные руки, в государственные руки. И когда она достигала своего дна экономического развития, то есть она была банкротом, увольняли принудительно всех рабочих, государство национализировало его, приводило до ума и опять приватизировало. То есть, когда оно стало, было уже прибыльным, приносилось какой-то доход. У нас почему-то все считается… Да, потом пришел Дистан и все изменилось. Ну да. И сегодня уже никто «Рено» не продает и забыли, когда это было последний раз. Что касается Украины, того же припортового завода, о котором вы говорите, предприятие, которое давно уже убыточное, которое давно уже себя полностью окупило десятки раз. И вообще, государство, Советский Союз получило его бесплатно в подарок от американского бизнесмена, всю эту историю помнят. И не нужно ставить вопрос о том, что приватизация – это какое-то пополнение бюджета. Приватизация, прежде всего, это нахождение эффективного собственника, который продолжит существование предприятия или тех активов, которые существуют. Дуар, но ведь главное опасение не в самой приватизации, а, собственно, кто приватизирует, кому достанется тот же припортовый завод, чтобы ли с ним дальше. А это вообще вопрос десятый. Может быть, даже пятнадцатый или сотый. Непринципиально, кому он достанется. Главное, чтобы то лицо, которое было, не важно, как оно называется, да, а главное, чтобы оно попалось эффективному менеджеру. Тот, который это предприятие даст ему вторую жизнь, третью жизнь. И когда доходы этого предприятия будут поступать в бюджет, а люди, работающие на нем, будут иметь, скажем, рабочее место, получать заработную плату, обеспечивать свою семью доходами. А вот, честно, спросим, согласен ли с вами Андрей Новак, экономист, который у нас прямо сейчас на телефонной связи. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. У нас в студии экономист Эдуард Каражей, и он, честно говоря, удивляет очередной раз, когда говорит, да бог с ним, отдавайте уже за бесплатно, лишь бы собственник был эффективным. Мы говорим о приватизации Одесского припортового завода. Вот ваше мнение, действительно за копейку можно отдать? Ну, я не думаю, что требует отдавать за копейку, хотя есть опыт Схидной Немечкини, когда произошло объединение Схидной и Схидной Немечкини, что-то схоже там было. Но активы имеют свою вартисть, и если они имеют свою вартисть, то не стоит их отдавать дешевше. Конечно, эта большая приватизация, которая сейчас запланована, она, как минимум, не вчасная. Почему? Сейчас для всего мира Украина – это государство, на территории которой фактически происходят військовые действия. Это для финансового света означает государство с повышенными рисками. И поэтому в такой государстве вартисть всех этих активов, промышленностей, житловых, земля, сейчас есть минимальной. Пока не завершатся військовые действия, у нас всегда вартисть активов будет минимальной. И в этот момент, когда вартисть активов минимально начинает великую приватизацию, как минимум, я вважаю, не вчасно. Хотя, конечно, в нашей конкретной ситуации, государственные предприятия, монополисты – это не те предприятия, как правило, которые приносят прибыток, а они стоят таким осередком коррупции и вытягивания грошей из государственного бюджета. И поэтому действительно такое складывается вражение, как лучше уже видать, как вы говорите, за гривню, чем мы постоянно из государственного бюджета покрываем то дефицит «Нафтогаза», то проблемы «Укрзалезницы», то Одесского припортового завода. Все это идет из государственного бюджета. То есть, из наших званных грошей. Андрей, ну, учитывая то, что вы говорите, что действительно Украина сегодня небезопасная для бизнеса зона, кто может реально прийти на эту приватизацию из иностранных инвесторов? Или это снова будут некие офшорные компании? Ну, бачите, закон про приватизацию приняли на одну из вимог Международного валютного фонда. Но у нас, опять же, украинский уникальный опыт говорит о том, что законодательство – это одно, а использование этого законодательства – это может быть совсем другая история. Поэтому сейчас нужно посмотреть, как после этого нового закону про приватизацию его практически проведут в 2018 году. Если мы увидим, что действительно крупные объекты приватизированы, куплены серьезными международными корпорациями, значит, наконец-то в Украине приватизация проводится прозоро. Вы бы это верите? Ну, скажем так, тут может сыграть один фактор – это внешний тиск наших партнеров. Они же доноры, которые без к конца в Украине дают гроши и не видят этого результатов. Если их тиск будет достаточно принциповым, то действительно у нас при приватизации зайдут серьезные гроши. Если они отдадутся на покалу украинской владе, то тут очень большой риск, что приватизация, как и раньше, пройдет за наперед договорованными угодами, кто что забирает за какие гроши, кто в каких сферах остается впливом. Так, как это было у нас в приватизации все последние годы. Поделили сферу впливу, поделили рынки, и на каждом окремом взятом рынке монополист. Наша главная проблема, что у нас практически все главные рынки, энергетические, ресурсные, они монопольные. Там один монополист, там другой монополист. И споживач, мы с вами не имеем возможности выбору. Поэтому у нас максимальные цены, тарифы, как раз через монополии. Поэтому я вважаю, что главное завдание этой большой приватизации, это объяснить за рахунок неи, где монополизацию, ну хотя бы энергетических рынков. Потому что от энергетических рынков идет ланцюг цен по всей экономической системе. — Эдуард, у вас есть вопрос или замечание? — Нет, у меня не вопрос. Я вполне согласен с тем, что в момент введения войны, когда значительно активы не могут стоить дорого, но новая редакция закона о приватизации, что там такие изменения, которые кардинально меняют то положение, которое было раньше. Во-первых, приватизация в Украине будет проходить по английскому праву. Это означает, что любой иностранный, скажем так, субъект предпринимательской деятельности будет подавать суд в Лондон. Это означает, что украинские суды не смогут действовать в целях коррупции и какого-то интереса внутреннего рынка. Это будет международное право. То, что, скажем, многих иностранных инвесторов серьезной компании просто привлекает. Второе, то, что было включено в декабре еще прошлого года, любой иностранный инвестор имеет право вывозить сегодня заработанные деньги в Украине к себе на родину. То есть то, что получили прибыль, это большой плюс. И сегодня, конечно, мы можем так надеяться, что те, кто сегодня действительно будут покупать именно иностранные компании, очень бы хотелось. Почему? Потому что иностранные компании, наверное, единственные, кто платит сегодня зарплату по-честному, а не в конвертах. Это означает, что бюджет сегодня будет пополняться, ну, не сегодня, а завтра будет пополняться реальными деньгами. Осталось только выяснить, кто, собственно, купит этот завод, иностранная компания, или, собственно, завуалированная на офшорных... Я думаю, если это, более того, закон о приватизации запрещает компаниям, зарегистрированные в офшоре, участвовать в приватизации украинских объектов. Поэтому в этом переживать не надо. Я не знаю ни одну большую компанию мировую, которая бы не имела офшора. Нет, но она может купить официально, только не через офшорные счета. Андрей, что еще можете добавить в этом смысле? Будут ли участвовать украинские олигархи все-таки через какие-то аккредитованные с ними компании, собственно, из-за рубежа, все покажет только практика использования этого нового закону по приватизации, потому что, как я говорил, законы – это одни дела, а практика их использования в Украине – это трошки другая справа. Звичайно, есть такая надея, что, снова таки, под внешним тиском украинская влада все-таки проведет эту велику приватизацию прозоро, або что-то схоже на прозоре. Практика только покажет. Но я напоминаю, что в бюджете на 18-й год запланована достаточно большая сумма в доходе от приватизации – 22,5 млрд грн. И чтобы набирать эту сумму, треба приватизацию проводить только прозоро, потому что наши олигархи, если они домовлятся с собой, кто який объект забирает, они, звичайно, будут забирать за минимальными цинами, и тогда 22,5 млрд в 2018-м году уряд не набирает. А это означает, что все, что не доберутся к этой суммы, додается до дефицита государственного бюджета, который, снова, будем оплачивать и мы, кладники податков. Андрей, услышали вас. Благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу в нашей студии. Экономист Андрей Новок был у нас на телефонной связи. Эдуард, ваш прогноз – будет ли успешной приватизация, и вот эти 22,5 млрд, поступят ли они в бюджет? Ну, эти 22,5 млрд – цифра очень такая, скажем, немаленькая, с учетом того, что мы от аренды получали больше всего. Вот, фонд госимущества, главной статьей дохода была аренда того имущества, которое есть. И поэтому здесь тяжело сказать, я не буду прогнозировать, отдавать какую-то часть своего тела на отсечение, что этот объем будет выполнен. Но главное здесь – количество покупателей. Если будет действительно прозрачная продажа, если будут все потенциальные покупатели осведомлены, и все будут допущены к торгам, то я думаю, что любой актив в Украине сегодня получит достойную цену. И даже те военные события, которые проходят на востоке Украины, они не сильно повлияют на ее рост. И надо помнить самое главное. Нам сегодня не важно, по какой цене будет продан обег, который сегодня мертвый, который просит убытки прямых государств. Если бы припортовый завод продали 4 года назад, государство бы Украину не потеряло тех 2 млрд грн, которые были за 2 года выплачены в убытки, те, которые принесут это предприятие. Не факт, что газопостащание на заводе так и осталось проблемой? Нет, но сегодня, если обратите внимание, завод работал благодаря, скажем, кому? Кто газ сам себе продавал и продлучал продукцию, и его потом реализовывал. Доварческое сырье. Доварческое сырье, совершенно верно. Поэтому сегодня любой украинский олигарх, он находится в проигрышном состоянии по отношению к любому иностранному инвестору. Потому что тот газ, который существует в Украине, цена на него значительно выше, чем у стран Персидского залива, у тех стран, где этот газ... Ну, давайте смотреть, проводим в глаза, каким образом можно сюда поставить газы стран Персидского залива? Ну, это могут быть жиженые газы, варианты могут быть всякие. Представляете себе стоимость жиженого газа, который идет для завода? Я скажу, дело в том, что такие серьезные проблемы экологические по таким предприятиям, и такие предприятия далеко не в каждой стране вообще могут быть созданы. И создавать их с нуля стоит очень больших денег. Изначально давайте вспомним историю. Это предприятие было создано в том месте, где пересекались интересы, собственно, тех, кто производил газ, и тех, кто потенциально был потребителем продукции этого завода. Это действительно аммиакопровод, который в Европе существует, Тольятти, Южный, да? Это еще в мире все такие вот... Да, да, и такие единичные объекты, которые существуют. И его нахождение при портовой зоне, скажем, на берегу... А оно было обусловлено тем, что это владная территория. А что при портовой зоне, это ведь градообразующее предприятие, Южный без него... Совершенно верно. Поэтому, знаете, как очень важно, чтобы оно работало. Для Южного города, для Одесской области, для Украины, потому что эти убытки, которые терпит сегодня предприятие, и госбюджет их покрывает, это очень серьезно. 600 миллионов в год, 350 миллионов в год. Мне слабо верится, мне слабо верится в то, что это предприятие заработает... Давайте, Саша, скажем, поставим вопрос по-другому. Не важно даже, да, вот так, руку на сердце, что там будет. Главное, чтобы там были те же самые рабочие места, чтобы те же люди получали заработную плату, и чтобы государство Украины получало налоги. Не важно, что это будут производить. Удобрения, или это будет еще одна дополнительная портовая какая-то площадка, да? Нам главное не потерять рабочие места, и чтобы этот объект приносил доход. Давайте, ну, это не принципиально сегодня. Не нужно строить, как в Советском Союзе, таблицу Менделеева. В Советском Союзе было так. Мы создавали все, что угодно, неважно, сколько оно стоило, лишь бы мы не тратили валюту. Сегодня мы живем другим понятием, по рыночным понятиям. Если нам сегодня выгоднее покупать те же самые удобрения в других государствах, привозить их в Украину, и это будет выгодно, и наши потребители будут их покупать по нормальной цене, почему бы нет? Нет, потому что та цена, которую сегодня преобразует припортовый завод, для украинских потребителей, она высокая. Сегодня буквально 10% этого завода реализуются в Украине, все ходит на экспорт. Потому что по той цене, по той себестоимости, это 15-20% выше рыночной цены мировой. И украинские сельхозпредприятия не в состоянии купить эту продукцию. То есть он фактически работает на экспорт, он работает с мизерной какой-то прибылью, потому что, опять же, только из-за того, что домашнее стоило. Там орженальность там хромала всегда, кстати. Ну и давайте в завершении поговорим еще о том, что приближаются у нас праздники, два дня выходных. Четыре. Ну, четыре дня это вместе с теми выходными, которые были бы у нас в любом случае. Послушайте, больше двух недель уже в общей сложности. Такое количество выходных подряд влияет на экономику Украины, ведь по сути жизнь останавливается. Ну, понимаете, в выходных количество играет роль тогда, когда государство производит столько продукции, а ее не хватает. И тогда любой день мы уменьшаем наши объемы производства. С учетом того количества продукции, которые Украина производит, и существуют проблемы с ее сбытом... Можно гулять еще больше? Можно гулять еще больше. К сожалению, это не очень хорошо, такой черный юмор, да? Но то количество выходных, которые сегодня есть в Украине, оно никак, к сожалению, не влияет. Если бы мы могли эти выходные дни производить, больше продавать, получая больше заработной фразы... То есть сразу больше работаете, лучше будете жить? Ну, это не актуально, это не сегодня. Более того, если мы посмотрим на Европу, где сегодня количество часов рабочей недели, рабочего дня с каждым днем сокращается... Мы к этому тоже... Мы должны к этому стремиться. У нас кризисы то ли финансовый, то ли кризисы перепроизводства, и так во всей Европе. Слышали вас, Эдуард. Благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Эдуард Каражи, экономист, был нашим гостем. Мы передаем слово Ксении Терзи, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok